Ретинопатия недоношенных А золотым стандартом активной ретинопатии недоношенных является лазеркоагуляция сетчатки. На сегодняшний день в витриальной хирургии отводится лишь второе место при активной ретинопатии недоношенных, при прогрессии после лазерной коагуляции или в далеко зашедших стадиях, когда развилась отслойка сетчатки. Однако наши кропотливые исследования данных мультимодальной диагностики, морфометрических параметров снимков глазного дна в 3-3 стадии позволили выявить те проявления, когда патологический процесс покинул плоскость сетчатки. Новоскулярные сосуды взаимодействуют со структурами стекловидного тела и задней геолоидной мембраны. На субклиническом уровне понять, что началась отслойка сетчатки, лазеркоагуляция будет неэффективной и мы потеряем драгоценное время. А впервые первичную витриотомию при задней агрессивной ретинопатии недоношенных провел профессор Билл Юрий Александрович. Операция прошла успешно, процесс стабилизировался. Современное оснащение витриального хирурга позволяет безопасно и эффективно проводить первичное витриальное вмешательство у недоношенных детей. Я прекрасно помню этих двух мальчиков из Стройни. 2018 год. Они приехали к нам из Пензы. После прохождения диагностики был собран консилиум. Было понятно, что для проведения лазеркоагуляции время прошло. И чтобы остановить патологический процесс, не дать развиться отслойки сетчатки и спасти зрение у двух детей на двух глазах, необходимо провести первичную витриотомию. Очень волнительно, тревожно, ответственно было принято решение в один день оперируем правые глаза и через несколько дней парные. Конечно, подробный инструктаж от директора. На что обратить внимание? Предельная концентрация, без спешки и суеты, без права на ошибку. На следующий день первого оперировали Кирилла. Но представьте, голова недоношенного ребенка, глазик 16 мм, там тесно сидеть, не то что манипулировать и освобождать сетчатку от пролиферации. Сделали Кириллу. Все прошло хорошо. Можно выдохнуть и подышать. Директор контролирует ход операции из своего кабинета по видеосистеме, помогает советами и все время подбадривает. Интубирует Илью. Все по-новой. Разрезы, установка портов, подшивание регуляционной системы. Хрусталь у детей большой, круглый. Повредить его нельзя ни в коем случае. Ты весь как струна. Каждое движение выверено. Всеми возможностями добиваемся анатомического прилегания сетчатки. От этого зависят функциональные результаты в послеоперационном периоде. А этот ребенок, он только родился, у него вся жизнь впереди. Все прошло успешно. Обсудили сложности. Расслабляться нельзя. Через неделю парные глаза. Забегая вперед, скажу, что все прошло успешно. То есть уникальная операция, первичная витрактомия при третьей активной стадии ретинопатии недоношенных была проведена 4 раза. Дети к нам приезжают 2 раза в год на контроль. Очень приятно на них смотреть, радоваться, что это зрячие глаза. Удалось побороться с ретинопатии недоношенных, остановить эту патологию и не допустить слепоты. Мы приехали сначала с двумя, с Кириллом и с Ильей. Нам было 2 месяца. Нам поставили ретинопатии недоношенных. Сначала в Пензе наблюдали, что стабильно, стабильно. Потом в один момент зрение упало и сказали, что нужно экстренно оперировать. Через неделю привезли мы сюда Мишу. Здесь нам сделали лазерную коагуляцию. А сейчас уже взрослые, они снимут очки, посмотрят. Я так вижу, так я не вижу. Когда футбол играет, я сниму очки. Уже с собой контролируют, чтобы очки не сломать. Раньше они боялись их снимать, потому что они переживали, что они не видят. Сразу у них паника начиналась. А сейчас, да, уже спокойно в садик ходят. В садике также на фитнесе, они все снимают очки, все спокойно. И каждые полгода мы приезжаем, наблюдаемся. Безусловно, этот успех – это командная работа всего нашего филиала. Именно когда видишь этих зрячих детей, когда в начале их жизни мы остановили патологический процесс и удалось побаруиться со слепотой. Эти дети абсолютно зрячие, здоровые, у них вся жизнь впереди. Эмоции перехлёстывают. Радуйся вместе с ними и с их родителями. И я очень благодарна судьбе, что есть возможность работать в нашем центре. И благодаря нашей профессиональной команде есть возможность реализовывать в жизнь девиз Святослава Николаевича Фёдорова – «Прекрасные глаза каждому». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин